Еще в декабре прошлого года археологи из Казани прибыли в Касимов, чтобы изучить здание мечети 16-19 веков. В скором времени этот памятник архитектуры будут реставрировать, и предпроектное изучение постройки позволило археологам и историкам сделать настоящее открытие. Там крипта. Крипта – это подземная часть, где был захоронен сам хан. Мавзолей построен в традициях не волжских, то есть если мечеть была ближе к волжским традициям, то сам мавзолей был построен все-таки ближе к северокавказским и крымским традициям. Здесь хан и все, кто был там захоронен, они находились в подземной камере на небольшом возвышении, видимо деревянные решетки, как пишет академик Палас, и были обмотаны тканью. Типа парчи, шелка. Это характерные крымские ханы, так гиреи захоронены. Удалось выявить большие участки фундаментов исторических зданий, а мечеть предположительно датируется серединой 16 века. В 18 веке ее значительно разобрали и видоизменили. Значительное количество археологических и реставрационных шурфов дали возможность понять, где залегают фундаменты каких строений и 16 столетия, и 18 века. Когда мы посещали Касимов по приглашению наших коллег, была проведена только полевая часть работы. Стоит отметить, что памятников той эпохи в регионе осталось очень немного. Несколько объектов в Рязанском Кремле и в Касимове. Причем здесь сохранился минарет, мавзолей в хорошем состоянии. Планирующаяся реставрация требует хорошего проекта, потому что здание, понятное дело, редчайшее. Для того, чтобы понять, какие фундаменты по качеству, по системе своего сложения, необходимо было разрыть определенное количество грунта. Поскольку грунт этот является культурным слоем, его изучали вначале археологи, потом реставраторы. Белокаменная архитектура Касимова, по оценке экспертов, считается уникальной. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».